Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю о жизни различных животных. А также буду рада вам на своем втором канале Люди Лайф, где я рассказываю о жизни известных людей и не очень. Ну а это видео о животном и семейства кошачьих кошки Кимрик. Порода кошек Кимрик весьма оригинальна. Необычность ее заключается в довольно богатой истории происхождения, а также в том, что представители ее не имеют хвоста. На протяжении многих лет данную породу не хотели считать самостоятельной, потому что многие специалисты утверждали, что это видоизмененная мэнская бесхвостая кошка, только с длинной шерстью. С Дальнего Востока бесхвостые кошки попали на остров Мэн, из-за чего и получили свое название. Очень быстрая их численность выросла с тех пор, а было это в 16 веке. Сильно изменился внешний облик. Сходство современных мэнских бесхвостых кошек с их предками заключается только в отсутствии хвоста. Уже в 70-х годах Кимрик принимал участие в соревнованиях и показал только с названием «Мэнская длинношерстная». Но любители этих котов решили не оставлять дела на самотек и добились сертификации бороды в 1976 году. В данный момент популяция Кимрика по сравнению с 16 веком чрезвычайно мала. Разведение этой породы обусловлено сложностью поиски достойных родителей для того, чтобы получить здоровых котят, отвечающим требованиям породы. Поэтому купить Кимрика можно только за довольно высокую цену. Порода обладает мягким, длинным мехом и большим телом. Из-за отсутствия хвоста и размеров кота, этой породы можно назвать маленьким медведем. Обычный характер представителей вида задорный, веселый, коты любят скакать на манер кроликов. Это обусловлено тем, что передние их лапы короче задних. Кимрики практически никогда не дерутся и не позволяют себе проявления агрессии. В отличие от многих других кошек, представители породы привязываются к одному хозяину и соблюдают ему верность. Кимрика легко обидеть, но несмотря на хорошую память, он очень отходчивый. Окрас такой кошки может быть любым, как и рисунок на теле. На голове и лапах шерсть короче, чем в остальных местах. Очень интересно, что на фото Кимрика и в жизни выглядят мохнатые большие уши. За много лет было выявлено большое количество обязательных стандартов данной породы. Тело плотное, с короткой спиной, передние лапы расставлены широко. Стопы круглые, большие, но аккуратные. Скулы у кошек породы Кимрик выступают значительно. Из-за большого количества шерсти кажется, что шея очень короткая. Большие уши венчаются кисточками. Хвост отсутствует до основания, в завершении позвоночника даже есть углубление. Если у котят появляются какие-то признаки хвоста, это считается пороком. К сожалению, представители породы зачастую имеют проблемы со здоровьем. Однако при должном уходе кто может прожить долгую и счастливую жизнь? Несмотря на то, что Кимрик довольно крупная, сильная и мускулистая кошка, она абсолютно миролюбива. С радостью слушает и выполняет указания хозяина, потому что феноменальная память позволяет ей запоминать команды. Круткий характер Кимрика делает его отличным компаньоном и питомцем для семей, в которых есть маленькие дети. Животное требует большого пространства, потому что очень любит по-зайче скакать и прыгать. Но, несмотря на активный характер, Кимрик не позволяет себе портить мебель, одежду, кусаться или доставлять какие-либо другие неприятности хозяину. Только при неправильном уходе. Представители породы Кимрик крайне умные кошки. Особенно полезным Кимрик может быть в доме, на территории или внутри которого поселились мыши, крысы или другие грузуны. Кот Кимрик – прекрасный охотник, который быстро решит эту проблему. Существует мнение, что Кимрик характером больше похож на собаку, нежели на кошку, потому что привязывается к одному хозяину и при этом всегда старается его защищать. Чтобы кот ввел себя спокойно по отношению к чужим людям, нужно с раннего возраста котенка приучать его к общению с людьми. Особенности характера Кимрика делают этого прекрасного кота непозволительной роскошью для людей, которые постоянно находятся в командировках. Или же, если все-таки путешественник пожелает завести такого себе питомца, нужно приобрести все необходимое, чтобы брать животное с собой во все поездки. Кимрик хорошо переносит большие расстояния. Самое главное, чтобы хозяин был рядом с ним. Единственная сложность в содержании Кимрика – уход за его густой красивой шерстью. Кота нужно вычесывать практически каждый день. Кроме того, за здоровье и красоту кожного покрова из шерсти сильно влияет рацион. Самостоятельно рассчитать необходимое количество полезных микроэлементов и витаминов практически невозможно. Отсутствие хвоста у кота является мутацией. Именно поэтому кимрики подвержены разным заболеваниям, и питание их должно быть сбалансировано для того, чтобы кот получал все необходимое. Чаще всего кимриком кормят покупными специальными продуктами, такими как смеси, сухие корма. Производители такого питания создают свои продукты специально для отдельных пород кошек, исходя из их особенностей. Поэтому употребление такого корма гарантирует здоровье питомца. Еще одна сложность в содержании кимрика заключается в том, что у него очень быстро растут когти. Постоянно нужно их стачивать. Поэтому кот может портить мебель или драть обои, если не дать положительного выхода этой необходимости. Животное за это ругать нельзя, потому что того требует от него физиология. Лучшее решение установить когтеточку в доступном для питомца месте. Для того, чтобы кот обратил на данное приспособление внимание, можно обработать его специальными препаратами или же обычной валерьянкой. Приобретая котенка кимрика не так-то просто, потому что это довольно редкая порода, сложная для разведения. Однако при решении завести себе такого питомца, выбирать малыша нужно только в питомнике или специализированном зоомагазине. Необходимо тщательно проверить документы заводчика и родословную родителей котенка для того, чтобы избежать покупки нечистокровного кота. Кроме того, нужно изучить стандарты породы для того, чтобы выявить возможные дефекты. Цена кимрика может зависеть от качества и здоровья котенка. Стоимость разнится от 20 тысяч рублей. Чем лучше и чище родословно, тем выше стоимость. Таким образом, котенок шоу-класса может стоить около 60 тысяч рублей. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал.